Сейчас я хочу занять несколько минут, чтобы просмотреть основные инструменты моделирования Maya. Это не будет полным видеообзором по всем инструментам моделирования. Я хотел бы дальше прежде всего перейти к основным инструментам, которые использую. Либо полигональное моделирование, либо моделирование NURBS. Итак, первое, что я собираюсь сделать, перейти вправо и выбрать закладку Madeleine Toolkit. Это место, в котором находятся почти все инструменты, которые вам понадобятся. И у Maya они помещены в этой аккуратной маленькой области инструментария моделирования. В своей работе мне обычно нравится перетаскивать эту вкладку, помещая ее рядом с Channel Box в редакторе атрибутов, чтобы иметь доступ к определенным каналам и к слоям отображения, и к инструментарию моделирования. Итак, первые инструменты, о которых хочу поговорить, это разница между Smoothie, сглаживанием, и Subdivide, подразделением, с фактическим подразделением объекта. Здесь на экране вы видите два куба. Я собираюсь выбрать первый и выбрать опцию Add Divisions, добавить разделение. Когда выбираете это, то получаете небольшое всплывающее окно, которое спросит вас, сколько разделений хотите назначить. Можете видеть, что с Division равное единице, на самом деле произошло разделение каждого из ребер во всех направлениях, а если я введу два, то получаем их вдвое больше. Другим способом разделить объект, подобный этому кубу, является Smooth, сглаживание объекта. Если я выберу этот куб и опцию Smooth, вы увидите, что фактически получаем то же самое разделение, но получаем при этом совсем другой вид модели. Вы видите, что на самом деле происходит деление и всех составляющих ребер, что начинает округлять эту форму. Это очень важно знать, потому что вы можете фактически использовать функцию сглаживания в качестве самостоятельного инструмента моделирования, понимая, как она работает. Верну Divisions на 0 и покажу еще одну функцию. Мы поговорим о MultiCut Tool, инструменте множественной резки чуть позже, но я хотел бы сначала добавить пару ребер к этому конкретному кубу, войти в объектный режим и выбрать Smooth. Вы видите, что получаю несколько другой результат, чем раньше. Перейду на вид спереди и посмотрите, у этого конкретного ребра есть небольшой закругленный скос, но на обратной стороне имеем очень сильно закругленную поверхность. Дело в том, что сглаживание формирующих объект ребер связано с тем, какой получаем эффект, когда моделируем. Это просто надо учитывать. Фактически мы будем не раз использовать это при моделировании наших объектов позже в этом курсе. Следующий инструмент, о котором хочу рассказать, это округление. Это на самом деле новый инструмент в этой конкретной версии Maya. Он действительно полезен, когда хотите создать круг из не круговой формы. Покажу на этом цилиндре, где я собираюсь выбрать определенное число поверхностей. Просто пройду сюда и выберу такой набор отдельных поверхностей на форме цилиндра. Подготовлено кубом перевод всем. Инструмент находится не в наборе инструментов моделирования, а под меню Edit Mesh. И вот что он будет делать. Брать эти конкретные выбранные поверхности и обрезать их вершины и ребра, образуя круговую плоскую форму. Затем откроем это всплывающее меню, которое позволит внести несколько изменений в этот набор. Например, можем скруглить его так, чтобы вернуть обратно к остальной части потока ребер. Также можем выбрать выравнивание и дать ему команду выбрать способ выравнивания вдоль поверхности. И можем даже добавлять здесь к нему разделение. Эти конкретные деления будут находиться в вершинах вдоль всего этого внешнего ребра. Поэтому я бы рекомендовал быть осторожным, так как при этом создаем N-GONS на всем протяжении действия этого конкретного инструмента. Но эта функция округления стала настоящим большим изменением в том, как можно моделировать конкретные формы. Следующий инструмент, о котором хочу рассказать, это POC. Он сначала выглядит немного странно и, честно говоря, когда я начал моделировать, то редко пользовался им. И вот что он делает на самом деле. Выбирает определенное число поверхностей и разделяет их вершинами и ребрами. Идем в меню Edit Mesh Face и выбираем POC. И вы видите, что это фактически создает вершину посередине каждой из этих поверхностей и рисует к ней ребра. Сначала вы, наверное, задаетесь вопросом, и что же я буду с этим делать? Окей, позже в этом курсе я покажу вам, как можете фактически изменить направление потока ребер по поверхности с помощью этого инструмента. Например, просто для быстрого показа мы могли бы выбрать эти конкретные вершины и, удерживая Ctrl и среднюю кнопку мышки, вытолкнуть их вдоль нормалей наружу от этого объекта. Поэтому, если нужна такая форма, таким будет очень быстрый способ сделать это. Но мы посмотрим позже в курсе, как можно использовать этот инструмент для перераспределения геометрии. Следующий инструмент Extrude, выдавливание. Вы будете использовать этот инструмент снова, снова и снова, потому что, вероятно, это тот инструмент, который чаще всего используется при моделировании. Вы можете выдавливать ребра или поверхности, но обычно делаем это именно с поверхностями. Итак, я собираюсь выбрать верхнюю поверхность здесь, пройти в Modeling Toolkit и нажать Extrude. Вы видите, что манипулятор изменился и появились значения опции по умолчанию. Sickness – толщины, Local Translate Z – локальный переход по Z, Offset – смещение и Divisions – разделение. Sickness позволит выдавливать такую форму из исходной геометрии. На самом деле, можете сразу ввести здесь свои конкретные значения. Local Translate Z, как видите, заставляет манипулятор следовать за новой поверхностью. Offset будет масштабировать ее, а Divisions позволяет разделить эту конкретную экструзию. Интересно, что можно выбрать манипулятор, а затем закрутите экструзию для получения некой странной органической формы, если это то, что вы собираетесь делать, конечно. Существуют и другие способы выдавливания объектов. Фактически, вы можете использовать манипуляторы Move, Rotate, Scale – перемещение поворота или масштабирование – как вариант экструзии. Дважды кликну по инструменту Move, чтобы вызвать его настройки. И в самом низу проверяю, что в панели Smart Duplicate Setting включен этот пункт экструдирования при нажатом Shift. Он должен быть включен по умолчанию, но я хотел бы показать вам, где можете включить его. Так что при выборе этой поверхности я могу теперь удерживать Shift, и когда помещаю курсор мышки на манипулятор, вы видите, что появляется подсказка – Extrude. И теперь могу просто выдавливать по ходу перемещения, что делает этот процесс намного быстрее. Следующий инструмент, который я хочу показать – Wedge. Это способ создать округлую форму вокруг поверхности и одного ребра. Позвольте сначала показать вам, как это работает, чтобы было понятнее. Я собираюсь выбрать верхнюю поверхность этого куба, так что в Modeling Toolkit выбираю Multi-Component Selection – многокомпонентный выбор. И выбираю это ребро и объект одновременно, просто удерживая Shift. Затем иду в меню Edit Nesh и сюда вниз на пункт Wedge. На самом деле он выдавливает поверхность, используя ребро в качестве оси поворота. И можно изменить величину угла Wedge и то, сколько делений экструзии будет создано. Отменю это Ctrl-Z и заметим, что на самом деле можно использовать не только такое ребро. Выбираю два этих объекта, проверяю, что Multi-Component Selection включен. Снова иду в меню Edit Mesh Wedge и экструзия теперь будет фактически вращаться вокруг этого конкретного ребра, а не того, который был на объекте сверху ранее. Следующий инструмент Beveling – скос, который помогает округлять углы. Я собираюсь выбрать весь этот объект здесь, перейти к Modeling Toolkit и нажать Bevel. И вот что происходит. Будет подразделяться каждое ребро так, что фактически начнут скругляться углы. Включу режим Wireframe показа ребер на затененных поверхностях, так что сможем увидеть это немного легче. Значение Fraction должно быть достаточно большим, чтобы закругление вступило в силу. Значение Segments – это количество подразделений скоса. Немного увеличу Fraction и Depth, глубина, диктует направление, в котором будет выполняться скругление, либо выталкивая, либо втягивая его. Следующим будет инструмент Connect и Multi-Cut – связывание и мультирезки. Включаю этот инструмент и просто начинаю резать по поверхности этого конкретного объекта. Таким образом, можем легко добавить подразделения поверхностей. Также можем добавлять и целые петли ребер по всей поверхности, удерживая Ctrl и выбирая ребро, а затем отпуская в нужном месте. И последний инструмент, который хочу очень быстро показать здесь, очень похож на Multi-Cut, но нужно, чтобы сначала были выбраны поверхности, как я делаю здесь. Далее выбираю Connect и вот что он будет делать – соединять все эти поверхности и мы можем выбирать, сколько петель ребер хотим добавить. Далее Bridge – соединять два отдельных объекта мостом, вместе через отверстия в их геометрии. Здесь первое, что собираюсь сделать – выбрать обе эти части геометрии и применить опцию Combine – объединить, чтобы Maya распознавала их как один объект. Затем выбираю петли ребер вокруг этих двух отдельных отверстий и далее применяю опцию Bridge и, как видите, происходит связывание объектов новой геометрии. Здесь также есть много опций, которые можем применить. Можем добавить подразделения, а если переходим к типу кривых и меняем на Blend, то можем перейти к Taper и сжать эту конкретную форму. И можем также ее Twist скрутить. Следующий инструмент, который хочу показать – это Boolean – инструмент булевых операций. Я собираюсь скрыть эту новую форму, поэтому нажимаю Ctrl-H и включаю Boolean. Вот что могут делать булевые опции – объединять, вырезать, либо создавать форму из вычитания двух или более объектов. Я выбираю эту сферу и этот куб и обратите внимание, что они пересекаются своими формами друг с другом. Далее иду сюда, в пункт Boolean – Modeling Toolkit. И сначала не видно никаких заметных изменений. Но если нажму клавишу 4, вы заметите, что часть формы куба, которая находилась внутри сферы, и часть формы сферы, которая была внутри куба, теперь исчезли. Это произошло потому, что опция установлена на Union – объединение. Если перейдем к Difference, разница – это фактически в этом конкретном случае возьмет куб и вырежет его из сферы. Также можно выполнить Intersection – пересечение, что даст нам негативную форму – общую часть от пересечения этих двух конкретных объектов. Заметим, что на самом деле Boolean используется не так часто, потому что они неизбежно создают много плохой геометрии в NGONS. Наконец, давайте скроем это и посмотрим на последний из главных полигональных инструментов – QuadDraw – рисование квадами. Как видите, здесь это очень плотная сетка полигонов, созданная скалптингом, формирующая лицо персонажа. И я хочу войти в нее и начать ретопологию с помощью потоков ребер, которые хочу выбирать сам, как художник. Выбираю эту сетку с высоким разрешением, перехожу к этому значку, который делает выбранные объекты как бы живыми, что на самом деле выглядит как действие магнита. Это означает, что голова сейчас находится в рабочем режиме и геометрия временно становится зеленой. Затем иду в QuadDraw и начинаю добавлять точки. Поначалу ничего не происходит, кроме того, что я могу выбирать, где эти точки будут находиться. Теперь буду удерживать Shift и вы можете видеть, что при этом могу заполнять пространство между точками полигонами. Этот инструмент очень полезен, когда хотите выполнить ретопологию геометрии либо из MatBox, либо из другого приложения скульптурной лепки, например ZBrush, которые будут поставляться с чрезвычайно высокой плотностью полигональной сетки. Еще один действительно полезный прием использования QuadDraw. Можете удерживать Ctrl и добавлять дополнительные петли ребер. И эффектная особенность этого инструмента заключается в том, что при рисовании эти точки примагничиваются к исходной поверхности, так что можно войти сюда и просто перемещать их, используя среднюю кнопку мышки, имея таким образом возможность рисовать новую форму вокруг такой сеточной геометрии высокой плотности.